Добро пожаловать в наш северный край Добро пожаловать в наш северный край Соловецкие острова Настоящее чудо русского севера рассыпались в самом сердце Белого моря Архипелаг включает в себя множество островов, но самый известный памятник находится на Большом Соловецком острове Это комплекс Соловецкого монастыря История монастыря начинается с середины 15 века, когда пришли сюда монахи Зосима, Савватий и Герман И постепенно вырос на островах в студеном Белом море самый известный на севере монастырь Все поражает здесь Особый микроклимат и загадочные неолитические сооружения Уникальный ансамбль военно-оборонительных, культовых, инженерных и гидротехнических построек С гаванью, причалами, дамбами, каналами Архитектурный ансамбль Соловецкого историко-культурного комплекса включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО Давным-давно, еще в ледниковый период, вырос в Онежском заливе Белого моря чудо-остров из камня Длина его менее трех километров, а ширина не превышает 800 метров Пройти из одной части острова в другую можно только во время полного отлива по песчаному дну Отлив обнажает бесчисленные плантации морских водорослей, богатых минеральными веществами По легенде, имя этому острову дал реформатор Русской Православной Церкви Патриарх Никон В 1638 году сильнейший шторм выбросил судно будущего патриарха на остров «Кий сей остров!» — вопрошал спасенный, что значит «какой? Чей?» И нарек его «Кий остров!» В благодарность Богу за чудесное спасение основал Никон на Кий-острове крестный монастырь На этом маленьком острове для каждого есть место отдохновения Первозданная природа, морские пляжи, дом отдыха, рыбалка, закаты, пикнику костра Живописный уголок Русского Севера, Былинный край Официально признанное застояние всей планеты, биосферный резерват ЮНЕСКО Все это — Кинозерский национальный парк, единственный в России, под охраной которого почти 100 памятников архитектуры В кинозерских часовнях сохранились небеса, расписанные северными иконописцами на библейские сюжеты Кинозерье — это русский север, как он есть, где человек живет сообразно законам природы, в вере и правде На небольшом кусочке северной земли, древнейшем городе Архангельской области, Каргополе, целое собрание древнерусской архитектуры 16-18 века Белокаменные храмы, действующие и брошенные церкви и часовни, старинные крестьянские дома, святые места, многочисленные реки и озера В какую сторону не отправишься, везде ждет открытие Вот в руках мастера рождается знаменитая каргопольская глиняная игрушка За внешней простотой — мудрая философия поморской земли Упрямого лобастого юношу, что из холмогор с рыбным обозом дошел до самой Москвы, теперь знает весь мир По нынешним меркам вырос парень на краю света, а вот падишты — сумел прославить Архангельский север Сын рыбака помора, тайком научившийся читать, он на столетие вперед увидел развитие отечественной науки А истоки гениальности Михаила Ломоносова здесь, на Беломорском севере, не знавшем помещичьего крепостного права Архангельский край создан для настоящих исследователей, любителей испытать себя И увидеть чарующие красоты северной природы Опытные туристы и новички — вам сюда Пинега — край удивительных карстовых пещер, чудо, сотворенное самой природой Хранитель всех этих сокровищ — Пинежский природный заповедник Подземная карстовая система пинежских пещер — самая протяженная и многочисленная в Европе Любовь к своему краю вновь и вновь отправляет людей на поиски самого заветного уголка северной природы И север не устает удивлять Первый морской порт России Ворота в Арктику Столица Поморья Город Ангелов Как только не называют Архангельск Административный центр Архангельской области Архангелогородцы точно знают, где был заложен первый камень у города Вот это место Называется мыс Пурнаволок Почти полтора столетия Архангельск был главными воротами российского государства в Европу Для русских и иностранных купцов, для защиты и торга Были построены белокаменные гостиные дворы Такими увидел их и молодой государь Петр Алексеевич Царь-реформатор трижды бывал в Архангельске Здесь впервые увидел море и начал строить торговые корабли А сегодня на изучение Арктики из Архангельска Отправляются научно-исследовательские суда Стелла, город воинской славы и памятник тюленю Страница героического военного прошлого Архангельска Гуляя по пешеходной улице Вспоминаешь, как выглядел деревянный Архангельск сто лет назад Можно пожать руку архангельской легенде Художнику и сказочнику Степану Писахову У столицы Поморья есть свои фестивальные бренды Зимой разворачивается на фоне Ледового дворца Рождественский благовест Летом, во время Белых ночей Приглашает артистов со всей планеты Международный фестиваль уличных театров Проехав 25 километров от Архангельска Вы попадете в сказку Перед вами Русь деревянная Крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом Малые Карелы На территории комплекса находится более 100 памятников деревянной архитектуры Со всей области перевезли сюда величественные храмы и колокольни Огромные крестьянские дома-дворы Мельницы, амбары и баньки В музее Малые Карелы каждый найдет то, чего ему так не хватает в суете городской жизни Тишину природы Тепло рукотворных жилищ и храмов Очищающие душу колокольные звоны Удалое веселье крестьянского праздника Белое море издавна было для поморов И морем, и пашней, и настоящей дорогой жизни Словно отражение Белого моря опускается на его волны Белая ночь Белая ночь — это неустанное гуляние Вот и колесит по двине матушки пароход Гоголь Старейший в России колесник Ему второй век пошел А на его борту, как много лет назад Путешествуют туристы по северной двине Подошла к концу книга «Семь чудес Архангельской области» Последнюю страницу закроет своей волной море Белое Только чудесам нашим счета нет Нет числа им, нет края, нет пересказа Лишь своими глазами их можно увидеть Увидеть, чтобы полюбить наш край архангельский Морской, рыбный, арктический Край науки и культуры Приветливый и очень радушный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин